Мой доклад Мой доклад Мой доклад Мой доклад И в еврейской традиции под священной работой понимают, как правило, украшение пространства синагог или изготовление разного рода ритуальных предметов, в том числе, например, надгробий. При этом речь идет не о иллюстрациях к вербальным метафорам, которые, как вы понимаете, полным-полно в библейских текстах, особенно в текстах пророков, а речь идет о, собственно говоря, визуальных метафорах, которые являются самостоятельными смысловыми единицами, вот некого такого аллегорического языка, то есть метафорами по всем своим формальным признакам. Вот, собственно говоря, круг памятников – это росписи синагог и в основном надгробия на еврейских кладбищах, а эпоха – это конец 17-го, 1-го, 20-го века, и при этом она довольно-таки гомогенная, хотя как-то не парадоксально, это уже вот как бы там посредине для евреев наступает начало нового времени. Вот, я, собственно говоря, начну с одного из наиболее распространенных и присвоенных еврейской традиции образа – это геральдического орла. Этот образ преследует евреев с римско-византийского времени, используется в миниатюрах еврейских средневековых рукописей, на гробных рельефах эпохи Возрождения, типографских марках, но только в эпоху нового времени с конца 17-го – начала 18-го века становится едва ли не главным иконографическим элементом в традиционной культуре восточноевропейского еврейства. В росписях деревянных синагогов 18-го века он занимает центральное место в композиции свода, как это мы видим в Ходорове. Он помещен в венце медальона с зодиакальными знаками и обведен цитатой из пяти книжья. «Как орел стережет гнездо свое, парит над пенцами своими, простирает крылья свои, берет каждого и носит на крыле своем». Значит, это из дворим цитата. Как правило, исследователи видят здесь прямую связь между текстом и образом в центре, вот этим орлом. Вместе с тем библейская фраза сама является метафорой, аллегорический смысл, который заключается в протекции Бога над своим избранным народом. И поскольку в аллегории говорится о реальной птице-орле, следовало бы ожидать, что соответственно изображением орла она и будет проиллюстрирована. Однако перед нами геральдический образ, визуальная метафора, имеющая собственный смысл. О том, что использование геральдического орла в этой композиции не случайно, косвенно свидетельствует другой популярный мотив украшения синагог того же самого региона и того же самого времени, который иллюстрирует аллегорическую фразу из Мишны «Будь легок, как орел в деле служения Всевышнему». Это вот как бы вторая картинка, которая слева. И это означает, что перед нами справа, по сути дела, эмблематическое изображение. С одной стороны связанное по смыслу с библейской фразой, а с другой с геральдическим образом. Другой, не менее интригующий эмблематический образ в росписи Ходоровской синагоги – это геральдический левый единорог, изображенный в композиции «Комбат», то есть «Сражающийся». Однако, приглядевшись, легко увидеть, что эта сцена менее всего можно назвать битвой. Животные обнимаются, а лев держит рог так, будто трубит него. На надгробных рельефах и в росписях других синагог во второй половине XVIII века этот мотив является одним из доминантных. В какой смысл вкладывали мастера, изображая на надгробиях и в росписях этот подчеркнутый геральдический образ? Опять-таки, большинство исследователей, основываясь на общих соображениях и иконографии сражающихся животных, видят в этой сцене битву между двумя мессиями – мессии из рода царя Давида и мессии из колена Иосифа. То есть, надо иметь в виду, что у евреев, особенно в эпоху XVI-XVII века, становится актуальным появление еще второго мессии – жертвенного. И этот вывод построен на том, что в еврейской традиции лев символизирует колено Иуда и род царя Давида, а символика единорога усмотрена в миниатюрах некоторых итальянских брачных контрактов XVII века и в миниатюрах свитка Эстер, изготовленных в Италии, где дорог действительно олицетворяет коленами нашей Лефраема, которая является детьми Иосифа. Очевидно, этот заимственный образ пришел из крестьянского окружения, где, как известно, он действительно ассоциируется с Иисусом, то есть с мессией. Как рассмотренные высшие мотивы, этот образ появляется на надгробиях середины XVIII века в том же регионе и, по нашим наблюдениям, связан с иномастикой. Этому образу соответствует совершенно определенный набор имен – Иосиф, Ифраем и Минаше, или Минахим, что и совпадает с родом Иосифа. Вот четыре примера, которые у меня здесь имеют место. Они все относятся к второй половине XVIII века. Происходят они более не менее из одного региона Южной Подолии. И каждым из них изображены единороги, которые просто персонифицируют умершего человека. Они там как бы рог, скажем, в землю воткнут, как это мы видим на надгробии справа. И у него так еще характерно сложены ноги. И во всех случаях, когда появляется единорог, почти стопроцентно, можно зафиксировать набор вот этих определенных имен. То есть это изображение связано с определенной аномастикой. Таким образом, изображение единорога на надгробиях коррелирует с определенным набором имен, и этот набор имен связан с коленом Иосифа. Однако никакой корреляции между вот этими определенными именами и героической сэмойной комбат с участием льва и единорога не наблюдается. Вместо с тем обращает на себя внимание, что практически все обнаруженные изводы этого мотива на надгробных рельефах имеют дополнительные детали. И этими деталями служат корона или росток. В частности, наибольшее количество вариаций имеет росток. В одном случае, вот если мы посмотрим здесь, да, вот в одном случае рог единорога прорастает ростком. Мы видим на изображении справа, вот вы видите, да, вот рог, из него прорастает росток прямо из рога. А в этом случае в месте соединения рога с пастью льва, вот такая стрелочка, которая указывает, ведет нас вверх, и росток прорастает прямо из места соединения вот этого самого цела, да. Вот, а в третьем случае, ну я вам покажу, там все это вообще превращается в некое пышное дерево под ногами обоих животных. Следует заметить, что росток на иврите Цемах, так же как и имя Менахима, которым я уже употреблял, успокоитель, соответствует одному из скрытых имен Мессии. В известном отрывке из Талмуда мудрецы, обсуждая имена Мессии, говорят следующее. Раби Иошо, сын Леви, сказал Цемах его имя, то есть росток, а Раби Иудан сказал Менахим его имя, а Ханания, сан Раби Авха, сказал одно не противоречит другому, он и Цемах, и он и Менахим. С другой стороны, из самой иконографии этой сцены видно, что именно рогу во всей этой композиции придается центральное значение. Вместе с тем хорошо известно, какое важное символическое значение имеет рог в еврейской традиции в связи с помазанием царя и вознесением царя Мессии, да, о чем говорилось недавно. По сути дела, рог – самый яркий символ Мессии, помазанника, вербализованный в десятках раввинских текстов, основанных на фразе из 132-го псалма. «Там взращу я рог Давиду». В этом случае вполне логично предположить, что главным и центральным элементом в этой композиции, то есть триггером, который должен вызвать нужные ассоциации, является именно рог. Однако в целом смысл этой сложной метафоры строится не только на ключевых понятиях рог, росток, корона, но и на символической аномастике, и так же, как в случае с предыдущим державным орлом, на неком геральдическом контексте, который приходит в еврейскую традицию извне. И таким ключевым понятием, скорее всего, является метафора или эмблема будущего царства Мессии. Вот в образах, более поздних, да, которые подверглись, образах 19-го века, которые подверглись уже сплошной такой нарративизации, мы видим, что левый единорог, они просто воздвигают росток, да, они воздвигают росток, который венчан сверху короной, и слева, и справа. Это два надгобия из Галиции, они относятся к первой половине 19-го века. И они буквально иллюстрируют текст молитвы на Роша Шанай Йом-Кипур, который говорит, и установит он свою царскую власть, и взрастит спасение, и приблизит приход Машиаха своего. Эти визуальные метафоры становятся так популярны на огромных рельефах, очевидно потому, что сама визуальная метафора, подобно вервальной, приобретает различные коннотации в зависимости от контекста употребления, которым в данном случае является тип памятника, то есть надгробия. На надгробиях эти образы приобретают семантику, связанную с фундаментальными представлениями о душе, жизни, смерти и бессмертии. Метафора мессианских представлений намекает на восстание смертных, которые случатся в мессианские времена. Подобный метафорический язык, иконография которого построена на мотивах средневекового европейского искусства, как показывает более общий анализ, отражает категории коллективных представлений. Однако памятники второй половины XIX века фиксируют сдвиг от коллективной парадигмы в сторону индивидуальной, и причина такого сдвига, очевидно, коренится в тех глобальных социально-исторических изменениях, которые имели место в еврейском обществе. Эти новые образы, ориентированные на индивидуальность, однако не становятся тайным и зашифрованным портретом персонажа, а представляют собой аллегорические намеки на определенные обстоятельства жизни и смерти конкретного человека, обыгрывая определенные факты его биографии и его имя, при этом особым образом, аллегорически намекая на одноименного библейского протагониста. Оставаясь в рамках собственной культурной парадигмы, построенной на запрете или обходе фигуративного изображения, мастера изобретают изощренные визуальные метафоры, чтобы показать или что-либо рассказать о персонаже. Примером может служить надгробие на могиле Авраама Якова Цвигирша из Брод 1834 года. И если мы приглядимся к этому надгробию внимательно, то увидим много разных деталей и текстов, которые вписаны в эти детали или которые эти детали описывают. Так изображено дерево, и на нем написано Эшель Авраам, то есть то дерево, которое посадил его библейский протагонист Авраам. Лист, который держит птица, тоже рассказывает нам о Аврааме. Рука, если приглядеться, которая выглядывает из-за дерева, она держит посох, и написано на нем, с этим посохом я перешел Иордан. То есть это некоторый новый намек еще на того же самого библейского протагониста. Овцы, которые столпились у дома, и там про них написано, что это Цон Яков, то есть это овцы Якова, поскольку Авраам Яков, у него как бы две составляющие имени, то есть еще некоторый намек, который восходит к этому самому библейскому его протагонисту. Ну и, собственно говоря, дом менее интересен для нас сейчас, потому что он с заколоченными окнами, это, в общем-то, символ смерти. И вот очевидно, что в этом таком благослойном изображении скрыто главное. Это вот социальная избранность, социальная значимость этого персонажа, который заказал вот этот памятник и соотнес себя с двумя вот этими самыми библейскими персонажами. Что на самом деле далеко не просто, но, к сожалению, из-за недостатка времени я не могу пояснить, почему вдруг появляется вот такая необходимость себя сопоставлять с этими самыми персонажами. Однако этот пример, он демонстрирует фундаментальный принцип в развитии метафорического языка и еврейских мастеров. И он построен на необходимости показать персонаж, не прибегая к изображению фигуры. При этом персонаж может быть личностью реальной, вот как показано сейчас, представляет собой библейского персонажа, а иногда фигуру мистическую, которую никто никогда не видел. Так, если мы обратимся к росписи синагоги 1765 года, в маленьком таком местечке Миньковцы, все это, как вы понимаете, фотографии архивные, ничего этого не уцелило, да, и, ну вот, они как бы чудом дошли до нас. Вот здесь изображена такая двойная сцена, двойная композиция, и надо, к сожалению, приглядываться, чтобы увидеть, что изображено. Значит, в левой части этой композиции, вот здесь, изображены музыкальные инструменты, которые развешаны на деревьях, и, собственно говоря, это, и там есть цитаты, и это цитаты из Псалма 137-го на реках Вавилонских, да, вот как бы такая скорбная лидическая легия у евреев, которые находятся в изгнании. А на правой части этой картины, и причем она соединена, она композиционно соединена вот с этой самой первой частью, здесь есть такая река, она беспрерывно струится из левой в правую часть, что просто явно говорит о том, что эти обе композиции связаны между собой, да. Вот в этой части, значит, изображена такая большая ротонда, барочная, как вы видите, с высокой шатровой крышей, собственно, она занимает всю вторую часть вот этого самого, этой композиции. Этой ротонде через реку ведет мост, перед мостом стоит такая оседланная лошадь в яблоках, такая царская лошадь, она без всадника, а вот здесь, если мы присмотримся, значит, на дверях этой ротонды замок, вот, и этот замок закрыт на ключ. Вот, и, собственно говоря, все вот в этой второй части картины, оно, конечно, вызывает вопрос, то есть, что это за ротонда, что это за всадник, которого мы не видим, и что это за лошадь, и так далее, да. Но если сопоставить между собой вот все эти самые элементы, которые мы здесь видим, включая то, что сам псалм этот, он дихотомичен, то есть у него есть одна часть такая легическая, которая говорит вот о тяжелой ситуации евреев в Калуте, то есть вот в изгнании, и вторая часть, она такая оптимистическая, условно говоря, да, она, как бы, речь идет о Иерусалиме и о Сионе, то есть если забуду у тебя Иерусалим, да, вот засохнет там десница моя. Это вторая часть этого псалма. Поэтому можно предполагать заведомо, что вообще во второй части этого, этой композиции сцена имеет отношение к Иерусалиму. Вот, теперь, есть некоторые намеки, и намеками этими, как во всяком народном искусстве является размер этого дворца, да, басштаб, он просто говорит нам о том, что это что-то очень значимое. Следующий важный намек, вот, если мы вернемся к композиции, то мы, как бы, находимся в правой части, вот в этой, мы находимся на том же берегу реки, где и находятся инструменты, то есть это, как бы, наш берег, все это здесь, а ротонда стоит на другом берегу реки, да, она не наш берег, она другой. Вот, и, но самым важным во всем этом является вот этот намек, которым является ключ в замке. Надо иметь в виду, что, собственно говоря, вот, есть такой очень распространенный, на самом деле, мидраж, который говорит о ключах от Иерусалимского храма. Этот мидраж повествует о том, что во время разрушения храма еще вавилоньянами ключи эти были брошены, первосвященникам выброшены, они попали туда, на самые небеса. Потом оттуда, когда храм будет восстановлен в будущие мессианские времена, то с этими ключами спустится ровно тот, кого с неба и спустят нам. И поэтому все вот эти самые соображения, которые возникают, глядя на эту картину, в которой очень много намеков, символических, вот эти символические намеки, они как бы и позволяют предположить, во всяком случае, с какой-то определенной степенью достоверности, что перед нами метафора, метафора вот этого будущего Иерусалимского храма, метафора вообще появления мессии, которого, собственно говоря, и ждет вот этот самый конь бессадника, чтобы вывести всех евреев из этого самого мрачного галута. То есть перед нами разворачивается вот такая аллегорическая сложная картина и сложная композиция. И кроме этого, я бы хотел обратить внимание, что, поскольку мы кратко же все это пробегаем, вот эти изображения, они как бы показывают еще некое новое начало в художественном языке метафорическом, поскольку помимо вот такой символико-аллегорической, скажем, схемы, связанной с Геральдикой, и связанной со средними веками, появляется использование европейских жанров, типа пейзажа, скажем, или натюрморта, которые сами по себе, как выясняется, внутри вот всей вот этой схемы обладают такой определенной метафорикой, с которой можно работать и играть. Вот если мы просто посмотрим, как это двигается дальше. Небольшой скачок, лет так примерно в сто, правда, мы совершаем во времени, и смотрим на вот эту самую картину слева. Она изображена в румынской синагоге, Петра Нямц. Эта картина изготовлена до Первой мировой войны, это 1905-1903 год, но надо иметь в виду, что традиционный мир, вот традиционных художников еврейских, которые работали в синагогах, он остается традиционным почти на уровне средневекового сознания, да? То есть вот это художественное их мышление, оно подвижно, но мало меняется. Так вот, здесь использован, конечно, как вы понимаете, такой жанр пейзажа, да? Изображены овцы на фоне заходящего солнца, написано «Зот зура Исраэль». То есть это фраза из пророка Иеремии, которую подавляет народ Израиля овцам, понятно, чьим овцам, и чьей-то стадо. Но надо иметь в виду, что вот это стадо, оно такое своеобразное, оно еще норовит уйти в тень, туда, в лес. Это просто явное намерение художника. Но это не все. Да, я почти заканчиваю. Это не все. Вот мы видим справа, вот, значит, дерево, которое горит, и здесь написана, значит, приведена фраза о том, что это снебаэр, то есть это неопалимая купина. Вот образ, в котором, скажем, Шкина, да, является Моисею на горе, как известно, где, да? Но, кроме всего прочего, и это некий вводный образ, это совсем другая, другой текст, другая метафора, которая вводится вот в эту, чтобы нам пояснить о том, что эти овцы, они не бесхозны, они находятся под присмотром. Но здесь, как бы, он еще усиливает вот этот присмотр, за ним появляется вот такое око, вы видите, в треугольничке, да? Это уже совсем такой странный образ, который нам известен по самым разным изображениям. Это из Трансильвании, там Трансильвания рядом, в церквях католических имеет место, и в синагогах реформистских. То есть это как бы приходит к евреям из христианского окружения, образ вот этого самого божьего ока. И таким образом вся метафора здесь очень так понятным образом выстраивается. Чтобы показать о том, что вот такое введение, введение некоторого нового текста, визуального текста, в существующие эти самые сцены, оно является нормативным. Вот другая сцена из Черновицкой синагоги. Здесь это сцена жертвоприношения Исаака. Здесь несколько разных метафор. Кроме всего прочего, здесь используется такая метанемия, другой троп, потому что авторы скрывают персонажей кустами, деревьями, скалами, руку обнажая где-то там, ногу, чтобы мы вообще поняли, о чем идет речь. Но кроме этого, в эту сцену он ввел, видите, вот такой полыхающий куст. То есть Небоэр введен в сцену жертвоприношения, там ничего не сказано о том, что Бог присутствует. Но тем не менее, автору важно подчеркнуть присутствие Всевышнего вот в этой кардинальной такой сцене, да, для еврейской истории. Он сюда вводит этот куст, который, собственно говоря, освещает всю вот эту сцену. В еще более парадоксальной форме можно увидеть, значит, вот изображение, поздняя картинка, наверное, 20-х годов, 20-го века. Из синагоги тоже в Черновцах, она недавно как бы была найдена, нами вижницких хасидов. И здесь изображена сцена жертвоприношения. Чистый пейзаж, вообще ничего нет. То есть это вообще вот такое, как бы чистое поле для созидания. То есть изображен карпатский пейзаж, рука, река струится, домик там стоит, гора типа Гаверла, из-за нее солнце всходит. Важно здесь другое. Важно, вот солнце всходит там, а вот здесь из небес падает такой луч световой, вы видите. Да, он никак не связан с солнцем. И он высвечивает, значит, вот пятно, в котором еще высвечивается квадрат, а внизу находится вот такой вот маленький белый барашек. И есть еще текст, который говорит о том, что это как бы иллюстрация, с одной стороны, к утренней молитве шахарит, а с другой стороны, это иллюстрация к жертвоприношению Исаака. Но весь метафорический язык здесь построен вот на вот таких вот образах и намеках. Всем понятно, что это за световой луч. По крайней мере, вот, кого не спросили, все понимают, метафора чего здесь имеет место. И второй метафорический образ это вот этот самый белый барашек. Таким образом, пейзаж вообще превращается, он осмысляется совсем иначе и, собственно говоря, становится вот таким похожим на поиски сюрреалистов мистическим пейзажем. То есть, как бы идея превратить обычный пейзаж или обычный натюрморт в нечто большее, скрытые смыслы за этим выставить, совершенно автоматически мы понимаем, что за этим действительно скрывается некий такой глубокий смысл. И, ну, собственно, время истекло. Я вам покажу последнюю картинку, где метафора, собственно говоря, вы, может быть, и сами ее поймете, эту метафору. Значит, это сцена из синагоги Пупа в Кракове. Видите, география такая прыгающая, но, тем не менее, восточная Европа. Здесь изображен, вот, может быть, тут на черно-белом лучше видно, это такой старикной. То есть не то, чтобы совсем евреи избегали фигуративных изображений. Так, если маленький и плоский, все нормально. Вот стоит Ной. И он, значит, таким повелительным жестом туда загоняет в свой ковчег. Он загоняет парных животных. К сожалению, из-за того, что сильная засветка не видно. Вот этот ковчег, он такой длинный-длинный барак, который уходит просто за горизонт. То есть буквально такой лагерный барак, а над этим лагерным бараком развивается красный флаг. И, собственно говоря, я думаю, что дальше каждый может себе этот метафорический образ представить так, как он хочет. Ну, собственно говоря, к чему сводился пафос всего этого короткого, я бы сказал. Метафорический язык чрезвычайно разнообразен и обширен. От эпохи XVII века до начала XX века, то есть вот я проанализировал больше сотни разных образов, которые имеют отношение к геральдике, которые имеют особой геральдике. То есть это ровно то, о чем говорил Рустам. Образ заимствуется, переходит в новую культуру и осмысляется совершенно по-другому, абсолютно по-другому. Тем не менее, он сохраняет некие свои родовые моменты. То есть если это геральдическая царская эмблема, то некую царственность в этом образе мы видим и в тех памятниках, которые переходят на еврейский сюжет. А в более позднем, как бы, варианте, когда происходит нарративизация, мы видим большую свободу, большую свободу вот этих религиозных художников. И я даже склонен думать, что скорее в этой ситуации следует говорить не о, как бы, художественном языке, а о способе художественного мышления, потому что оно очень похоже на способ мышления, как бы, вот, традиционного еврейского, когда происходит драж, когда происходит толкование, для которого используются другие тексты, чтобы растолковать вот эти. как в случае, когда мы это видели с неополимой купиной, например, да? Или как вот в этом странном, странной картинке, которая тоже говорит вот о чем, что на самом деле этот метафорический язык позволяет и такой народный юмор вообще выплеснуть в овне, не только глубокие какие-то идеи высказать. Ну, вот, собственно говоря, что я хотел сказать. Спасибо большое за интересный доклад, замечательный. А какие будут вопросы? Ну, давайте с Алексея начнем. Спасибо, Борис. У меня такой вопрос. А вот все-таки вы показали очень разный материал. Да. А можно ли какую-то установить некую типологию? Потому что, вот, когда вы показывали эти надгробия с образами льва и единорога, то как бы с ними было все понятно. Это вполне узнаваемые аллегорические образы, обычно имеющие очень жесткую текстуальную основу. И мне даже интересно, были ли тексты за ними, потому что в западной традиции за такими образами всегда были тексты. Говорите, нет, текстов за ними нет, но мне кажется, что эти изображения достаточно просто. Они настолько нарративно, они говорящие. Нет, они не просто говорящие, это определенный тип образности. Это не символы, не метафоры, не иконы. Нет, неправильно. Это метафора. Но удивительным образом это метафоры, которые построены на символических образах. Ближе к микрофону. Да. Я хочу сказать, что все-таки это, конечно, метафоры, они очень развернутые, они, собственно говоря, даже скорее аллегории. Хорошо. Я по-другому сформулирую свой вопрос, точнее переформулирую. То, что мы видим, на мой взгляд, очень разные типы образов. Хорошо, я сразу отвечу. Значит, мой вопрос. Можно ли, предполагаете ли вы некую типологию этих образов? Окей. Или они все более-менее одного плана, и, так сказать, где больше, где меньше, ну и так далее. Спасибо. Спасибо. Да, я легко могу ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, начиная там с 2000 года, просто опубликовал ряд статей, которые рассказывают или показывают, да, вот эту типологию. И речь идет, то есть, о совершенно конкретных определенных типах образов. Значит, есть ли это геральдические или это образы символико-геральдические, назовем их так, эмблематические, некая отдельная сторона, нарративные, это как бы совсем другой тип образов, да, то понятно, что в этом коротком докладе мне просто хотелось показать разнообразие. Безусловно, безусловно, А, во-первых, ну опубликовано, Б, я думаю, что та статья, которая вот в наш сборник готовится, она как раз посвящена буквально типологии, то есть буквально типологии этих образов. Спасибо. У вас был вопрос, да? Да, пожалуйста. В журнале о советском «Безбожник» еврейский бог изображается в виде глаза. Это связано вот с тем, что вы рассказывали про око в треугольнике, как вы думаете? Спасибо. Нет, смотрите, око в треугольнике очень маргинальный случай, совершенно даже парадоксальный, и в обычной еврейской практике вы этого не встретите. Это очень регионально. Я важную вещь должен еще сказать, что на самом деле ни у одного из этих образов нет некого постоянного значения, там, как константы, они не являются каноном. В каждом случае существует контекст, и зачастую тот контекст определяет сам художник. То есть именно поэтому я сказал, что, скорее всего, это способ мышленнее, чем вообще говоря язык. То есть мы дважды, как правило, обратившись к одному и тому же изображению, не можем быть уверены, что они за собой имеют один и тот же, как бы вот этот самый метафорий, текст, да, вот этот метафор, который подлежит этому. Вот поэтому, что касается журнала «Безбожник», ну то ли наитие, то ли видел, то ли я не знаю. И тут мне сложно сказать по этому поводу. Понятно, что глаз Бога это вещь такая, которая и на амулетах встречается, видите ли, еврейских, начиная с позднего Средневековья. Другое дело, что это тоже не собственно еврейская традиция, а пришла к евреям из арабского мира. Да, вот этот самый. Ну, у этой традиции можно маленький комментарий. Есть свой очень конкретный источник. Это тема глаза в треугольнике, значит, появляется в западноевропейском искусстве, в католическом, в XVI веке, по крайней мере, в это время достаточно широко распространяется. И обычно связана с попыткой изображения Саваофа. Это иезуитское, вообще говоря, направление, да, но в том случае это маргинальное. И, конечно, та тема, которая использована в «Безбожнике», она связана с этой традицией, которая, кстати говоря, оттуда же приходит и в православную икону. И в поздней православной иконе тоже появляется изображение такого глаза в треугольнике, как такого знака или эмблемы Саваофа, потому что это уже не иконическое по своей природе изображение. Спасибо. Вы знаете, у меня вот тоже я хотел бы продолжение Алексея, как-то, может быть, с другой стороны. Понимаете, мы здесь говорим об одном способе мышления, как Вы говорите? Или все-таки мы можем выделить какую-то эволюцию, то есть, положим, более раннее, более близкое нам и более далекое? То есть, это разные типы мышления. Мы можем выделить эволюцию, но при всем при том, даже невзирая на эволюцию, но, скажем, на другом материале это реализуется, другая художественная схема начинает пользоваться действительно жанрами европейскими. И тем не менее, даже внутри этих жанров остается вот эта некоторая схема, связанная с использованием определенных символических изображений. То есть, эволюция, безусловно, имеет место, ее даже очень интересно проследить, но, невзирая на это, некие такие вещи генетические наблюдаются. которые получают обеды, тем не менее, что здесь, выклебка, это проблёт, в кем-то, в кем-то, в кем-то, на юно, в кем-то, пен, в кем-то, в кем-то. Продолжение следует...